Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Скорые два легковых автомобиля, а серьезная авария перекрыла сегодня утром движение на Гагаринском мосту в Чебоксарах. Десять дней в палатках в Уральском лесу. Чувашские кадеты вернулись с международного слета в Перми. От молодежи для молодежи. Представители Ассоциации студенческих объединений провели мастер-класс для участников студвесны. Сегодня утром на Гагаринском мосту в Чебоксарах произошло ДТП с участием скорой и двух легковых автомобилей. В аварии пострадали пять человек. По данным МВД, иномарка Кия выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной скорой помощи. В результате удара спецавтомобиль задел ВАЗ-2112. В результате аварии травму получили водители 12-й и скорой, а также трое пассажиров в карету скорой помощи. После оказания медпомощи оба водителя отпущены, пассажиры госпитализированы. Своевременное прибытие и слаженная работа сотрудников госавтоинспекции и медицинских работников позволило избежать многочасовой пробки в утренний час пик. Беременная в ДТП сильно не пострадала. Ее доставили в городской перинатальный центр, где она благополучно родила. Все обстоятельства аварии выясняются. Безопасные и качественные дороги – федеральный проект, благодаря которому транспортная инфраструктура регионов существенно улучшается. Так, в прошлом году по этой программе в Чувашии отремонтировали 95 километров автомобильных дорог. Практику продолжат и в 2018-м. Сейчас все регионы, попавшие в федеральную программу, проводят аукционы и заключают контракты на проведение работ. Контролируют реализацию программы на федеральном уровне. Сегодня министр транспорта Максим Соколов провел селекторное совещание с главами субъектов. В Чувашии и еще в 35 регионах России с 2017 года реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». По словам Максима Соколова, в 2017 году была задача довести до нормативного состояния 44% дорожной сети агломераций. По факту удалось поднять этот показатель до 50%. С учетом запланированных дорожных работ к концу 2018 года на 31 декабря в нормативном состоянии должно находиться 30 тысяч почти 800 километров дорожной сети городских агломераций. И это составит более 61%, 61% от общей протяженности дорожной сети агломераций. По 2018 году федеральная поддержка запланирована в объеме 31,250 миллионов рублей. Из них 730 миллионов направят в Чувашию. И вместе с республиканскими средствами сумма на улучшение дорог составит 1,461,000,000 рублей. На повестке дня «Экологическая безопасность» глава республики Михаил Игнатьев встретился с волжским природоохранным прокурором Вениамином Селефановым. Охрана окружающей среды требует системного подхода, что и делается в Чувашии. Глава республики один из первых подписал паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения Волги на территории Чувашии». Природоохранный прокурор заметил, что в республике умело наводят порядок в сфере отходов. Чувашия в лидерах по их переработке по сравнению с другими регионами. Есть уже алгоритм, который работает. Тем не менее, почти в два раза в 2016-2017 год снизилось количество мусора, отходов. Вот это немножко требует анализа. Я могу ответственно сказать, что на самом деле учет, контроль, мониторинг позволяет нам наводить порядок еще больше. Те мероприятия, которые запланированы, это в Канаше и в Шумарле, в Шумарлинском районе, два полигона, управление отходами встречался. Они в течение полтора года должны реализовать и несколько закрывать. Тем более, что опыт уже есть. Новый полигон ТБО в Новочбоксарске отвечает самым современным стандартам. Республика готова к участию еще в одном федеральном проекте – «Оздоровление Волги», чтобы получить поддержку для строительства целого комплекса очистных сооружений в населенных пунктах, расположенных в бассейне реки, и на модернизацию системы очистки сточных вод. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. За оставшееся время по всей стране необходимо не только завершить строительство масштабных объектов, но и привести в порядок уже имеющиеся. И самое главное – обеспечить безопасность. И пусть Чуваксары не примут у себя ни одну из 32 команд-участниц чемпионата мира по футболу, в дни проведения спортивного форума ожидается немало гостей, а следовательно вопросам безопасности надо уделить должное внимание. Сегодня эти темы обсуждали в Доме правительства на заседании антитеррористической комиссии при главе Чувашии. Чемпионат мира по футболу 2018. Отсчет пошел на дни зона особого внимания, а в той же до вокзала – аэропорты. Так, в Чувашии сейчас разрабатывается так называемый план уязвимости Чебоксарского аэропорта. Все сотрудники аттестованы по авиационной безопасности. В аэропорту имеется 5 постов охраны, автопатроль 2 сотрудника, ежедневно заступают на дежурство 8 сотрудников, установлено 3 энтероскопа и функционируют 29 видеокамер. В Поволжье 5 муниципалитетов примут сборные стран мира. Многие болельщики будут ехать к месту проведения игр и, возможно, заглянут к нам в гости. Поэтому дополнительные меры безопасности принимаются на вокзалах Чебоксар и Канаша. На вокзалах города Чебоксар и города Канаша имеется по 5 постов охраны. Ежесуточно на данных вокзалах на дежурство заступают по 5 сотрудников частного охранного предприятия. На железнодорожном вокзале города Канаша завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию обновленной системы видеонаблюдения. Вновь смонтированная система видеонаблюдения состоит из 118 цифровых видеокамер. Из них 65 внешне, 53 внутренние с охватом при вокзальной территории. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение безопасности – это приоритет государственной политики. Сбоев в работе быть не должно. Уязвимых мест вы ничигде не видите. Все нормально, все на высшем достойном уровне. В принципе, все решается в рабочем порядке. Кроме этого, на заседании обсудили готовность к проведению выборов президента России на территорию республики 18 марта. Галина Титарчук, Анастасия Лангина, Игорь Зверев, Республика. В районах Чувашии продолжают подводить итоги социально-экономического развития. В этот раз в центре внимания – Цивильский район. Цивильский район сохраняет лидирующие позиции по налоговым и неналоговым доходам. В муниципалитете за 2017 год собрано более 250 миллионов рублей по этой статье. Это лучший результат в республике среди сельских муниципалитетов. Консолидированный бюджет Цивильского района по доходам исполнен в сумме более 1 миллиарда рублей. Это в два раза больше, чем в 2016-м. Вступление собственных доходов в общем объеме доходов бюджета вашего Цивильского района составляет 22,6%. А 7,7 и 40% – это средства, полученные из бюджета республики. В прошлом году из бюджета республики вашему району выделено 917 миллионов рублей. Что 2,6 раза больше, чем было выделено в 2016-м году. Естественно, это из-за того, что были выделены средства на строительство СОЖ Южный в городе Цивильске. Школа на тысячу мест построена, откроется в сентябре. И все школьники смогут обучаться в первую смену. Развивается в Цивильском районе малый и крупный бизнес. Муниципалитет известен своими производителями межкомнатных дверей. Их продукция успешно продается в России и за ее пределами. В районе реализовано 27 коммерческих инвестиционных проектов. Это позволило создать 200 новых рабочих мест. Повышение уровня жизни населения способствует рост заработной платы. Средняя заработная плата по району составила 21 378 рублей или 108%. Но так называемый квартирный вопрос серьезно подпортил статистику. В районе значительно снизились объемы ввода жилья. Построили только 65% от запланированного. И за капитальный ремонт платят не все. Чуть больше половины жителей многоквартирных домов. Актуальной темой для жителей Цивильского района остается ввод новых очистных сооружений. Глава Чувашии сообщил, что к решению проблемы подключится правительство республики. Механизм соучастия Михаил Игнатьев обсудил на рабочей встрече с руководством района. Говорили и о перспективах развития муниципалитета. В этом году запланировано реализовать 10 проектов по инициативному бюджетированию. Светло, уютно и главное, наконец, тепло. Так после ремонта описывают пациенты поликлинику Красноармейской центральной больницы. В 2017 году Оксана Антонова закончила ординатуру по специальности терапия. И сразу приехала работать в Красноармейскую центральную больницу. Мне нравится работа на селе, я сама выросла на селе. И есть программа «Земский доктор», которая поддерживает молодых специалистов, как я. Обшарпанных стен и щелей в рамах окон, из которых дул зимой, молодой врач не застала. В прошлом году в поликлинике начали, а сейчас уже закончили ремонт. А вот ее пациентам есть с чем сравнить. В прошлом было темно, так холодно, зябко, неприятно. А вот сейчас светлые стены, светлый потолок, светлое помещение, тепло, уютно, хорошо. Нет мысли такой, что ну вот снова идти в поликлинику, где не очень приятно находиться. Сейчас вот совершенно другие ощущения. Нам, сельским жителям, очень трудно в Чебоксары добираться. А здесь, понимаете, видите, как красиво все. И чисто, и тепло здесь, и уютно. Поэтому даже лучше, чем некоторые городские поликлиники. Красноармейская центральная районная больница – это филиал больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах. На ремонт здесь республика выделила 5 миллионов рублей. Заменили окна, системы вентиляции и отопления сделали косметический ремонт. Сейчас меняют лифты. Медицина современная – это медицина превентильная. То есть это возможность выявить заболевание на ранних стадиях. И здесь очень важно, чтобы пациенту было приятно и комфортно находиться в поликлинике. То есть его должно тянуть сюда. Далее в планах ремонт в поликлинике детской. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Атнер Корсаков, Республика. Будущие защитники – достойные сыны отчизны. Чебоксарские кадеты вернулись из Перми, где проходил международный слет юных патриотов «Равнение на победу». Честь Чувашии отстаивали ученики 14-й кадетской школы. Впечатлениями от поездки поинтересовался наш корреспондент Рифат Фаткулин. Международный слет кадетов собрал около 40 команд из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Чувашию представляли 8 юношей и 2 девушки. Целых 10 дней испытаний на прочность, закалка характера. Юные патриоты жили в лесу, ночевали в армейских палатках в условиях суровой уральской зимы. Там то очень горячо, как в бане, то очень холодно. Еще там было сложно кушать, потому что буквально через полторы-две минуты еда остывала уже. Плечом к плечу представители различных национальностей постигали базовые основы военной жизни. Учились разряжать и заряжать автоматы, стрелять, ориентироваться на местности. Сами готовили пищу, разводили костры, учились выживать в экстремальных ситуациях и даже помогать другим. Я получил значок героя дня, потому что помогал всем моим созводным. Когда им было плохо, я их поддерживал. Когда даже все было хорошо, я просто с ними общался. Даже с теми, которые не в нашей стране живут. Например, с монголами. Они вообще не знают русского языка, мы общались на английском языке. Распорядок дня участников слета был расписан по минутам. Подъем, зарядка, бросок на один километр, умывание. Потом у нас был завтрак, были занятия интерактивные. Восемь занятий каждый день, по 40 минут каждый. И потом каждый день у нас была массовка, где каждый мог показать, на что он способен. И потом у нас были круги. Это были круги взводов, где каждый делал своими впечатлениями одни. Самым ярким воспоминанием Саши Федоточевой стал марш-бросок на 12 километров. Это бесценный опыт, признается школьница. На девочке это слабый пол, когда на тебя надевают 10-килограммовый бронежилет, и ты, а, еще автомат в руках и каска, и ты бежишь по полю с криками «Ура!», потому что сзади взрываются хоть и муляжи, бомб и гранат, но все равно это страшно. И ты бежишь с этим азартом через поле. В международном слете кадетских корпусов чебоксарцы участвуют во второй раз. На сегодняшний момент у нас в кадетской школе сформировано, так скажем, ядро тех ребят, которые могут представлять нашу муниципалитет и школу. В плане воспитательной работы в кадетской школе организация стоит на очень высоком уровне, и поэтому кадеты, которые выезжают на различные слеты, соревнования, без сомнения, с достоинством выдерживают те испытания, которые на них наложатся. По итогам слета чувашская команда признана одной из лучших. Испытания оказались по-настоящему серьезными, но ребята справились с ними. Рифат Фадкулин от Неркорзаков, Республика. Если вы спросите любого взрослого человека, рассказать о его учебе в ВУЗе, первое, что он вспомнит, будет студенческая весна. Она неотъемлемый атрибут жизни молодых. Пора студвесен начинается в столице Чувашия. Сегодня в ДК ЧГУ стартовала школа студвесны. Юлия Важенина подробнее. Хип-хоп, рок-н-ролл и даже сальса. Танцы на студвесне, пожалуй, самый популярный жанр. Индивидуальные, массовые, лиричные, зажигательные. Большее количество команд в своих концертах делают акцент именно на танцах. Их начинают ставить раньше всех остальных номеров и репетируют вплоть до выхода на сцену. Поэтому и школа студвесны началась именно с танцевального мастер-класса. А провел его именитый хореограф, участник телевизионных танцевальных проектов Александр Коган. Хип-хоп — это очень широкое направление в хореографии, потому что туда можно отнести и хаос, и дэнс-холл, и паппинг. В общем, это такая смесь, смесь всех стилей. Сразу скажу, будет сложно, будет сложно. Не люблю легкости, но я думаю, что для них это тоже послужит огромным плюсом. Я приверженец того, что, допустим, я показываю какую-то хореографию, да, какие-то восьмерки, и ребята для себя изымают эти восьмерочки к себе в номер, собственно. Почему бы нет? Всегда за, всегда за. Если использовать мой какой-то материал, это здорово. Около 200 танцоров со всей республики за час выучили несколько восьмерок и даже посоревновались друг с другом. Все очень прекрасно, прям очень хороший хореограф, и мне очень нравится, что мы танцуем именно под звучки, то есть прям такое пум-пум, вообще очень-очень все классно. Все невероятные, мы сами в шоке, как танцует этот человек, мы удивительно. Движение классное, у нас так не получается, движение очень резкое, поэтому это очень трудно повторить. Хореография – только одно из направлений школы с тут весны. Уже завтра к мастер-классам по танцам добавятся уроки вокала и театрального мастерства. Научат студентов и организовывают творческие мероприятия, но и это еще не все. Мы будем рассуждать о семи ключах успеха любого общественного объединения, и мы им расскажем некие тайны, фишки и секреты, благодаря которым они смогут успешно развивать у себя объединение. Помимо всего этого, мы будем говорить о прикладных вещах, каким образом реализовывать проекты в своем регионе, каким образом налаживать партнерскую сетку в своем регионе и так далее. Задача школы с тут весны – не просто подготовить студентов к ежегодному главному событию в их культурной жизни. Она намного шире. В планах создать штаб Российского союза молодежи в столице Чувашии. Был здесь примерно месяц назад, как раз день студента, 25 января. И тогда же мы достигли договоренности о том, что Российский союза молодежи в Чувашии должен быть, а для того, чтобы его создать, мы, собственно, и приехали. Сегодня будем общаться с вашими активистами, рассказывать подробности о том, что такое организация, как она должна работать и искать тех самых лидеров, которые поведут РСМ Чувашии вперед. Двухдневная образовательная программа в неформальной обстановке полезна каждому студенту. Посмотреть, чему они научились, зрители национального телевидения Чувашии смогут в нашем эфире. Как информационные партнеры студенческой весны 2018, мы расскажем о самых ярких и интересных моментах студвесны. Так что следите за нашими новостями. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова